Это новый Picanto. Самый новый, самый маленький Kia. Его буквально только начали у нас продавать, и мы, соответственно, пришли спросить, что почем. Напомню, что этот формат не подразумевает классический тест-драйв, катание. Мы просто приходим вместо вас в салон, задаем неудобные вопросы и просто тролли менеджеров. Итак, сегодня мы пришли к официальному дилеру. Это автоцентр на столичном. Итак, сегодня мы собираемся выяснить цены, двигатели, комплектации и вообще понять, может ли Picanto быть мужским автомобилем, да и, в принципе, влезем ли мы с Ярославом, с нашим ростом в эту машинку. Поехали. Денис, привет. Здорово, Паша. Денис у нас вне зачета, потому что он не продавец, а кто? Рекламщик, пиарщик и маркетолог. Ну, в общем, человек, который непрофессионально работает с клиентами, скажем так. Да, а вы уже на свое усмотрение скажете, принимает он участие в рейтинге или нет, так что ставьте лайк, если пусть принимает, или дизлайк, если не принимает. Нет, дизлайки не надо. Хорошо, да, не надо дизлайки. Только лайки. Итак, у нас Picanto. Одна машина в Украине или одна в этом салоне? Одна в этом салоне. На самом деле, планы не то чтобы амбициозные, но, в принципе, до конца года штучек 50 планируем продать. А почему только одна еще? Только едут или что? Во-первых, партии приходят маленькими кусочками. Во-вторых, машинки потихоньку расходятся. Мы, на самом деле, представили ее буквально 2-3 недели назад. 5 машин уже продали. А кому продали? Самый интересный вопрос. Кому можно продать маленькую машину по цене чуть более большой? Давайте скажем так. Это люди, которым не нужен автомобиль на все случаи жизни. Это второй или третий автомобиль, на котором классно ездить по городу, если ты не обременен с семьей или желанием перевозить какие-то крупногабаритные вещи. Плюс, я думаю, что это люди, которым не чуждо чувство прекрасного. Короче, сейчас будем выяснять, может ли она заменить машины больше по размеру и для кого она в принципе. Эта у нас комплектация какая? Это у нас одна из топовых версий, скажем так, версия X-Line. 14-800, правильно? 17-200. Или 16-800. 17-200. Это топовая версия. Получается, что у нас есть, по сути, три градации. Стартовая комплектация – это бизнес, да? То есть комфорта у этой модели нету самой версии «Голый бубен». Все начинается с бизнеса. Затем идет версия «Престиж». И после нее идет две спецкомплектации. X-Line – это, скажем так, псевдокроссовер. И GT-Line со спортивными нотками. Так это у нас еще и псевдокроссовер, да? А-класса. Ну, мы так его называем, потому что у нас есть такие атрибуты кроссовера, как небольшие накладочки на арки и пороги. Дорожный просвет 161 мм. Как бы не бог весь что, но зато очень энергоемкая подвеска. Я на ней попробовал проехать по таким эпическим местам, как, например, улица Бориспольская у нас в Киеве. И она там себя вела очень достойно. Так, итак, это машина за 17200, но, в принципе, «Пиканто» можно купить за сколько? Старт? От 14600. 14600 – это за не самую бубновую комплектацию «Бизнес». Так, хорошо. По дизайну, под какую мелодию ты ее видишь? Какой-нибудь Фаррел Уильямс. Да. Какой-нибудь? Хэппи, хэппи. Что-нибудь такое. Эта машина делает людей счастливыми. Итак, эта фотка улетает в интернет с призывом задавать вопросы, которые мы сегодня озвучим Денису. Но важный момент – это уже третий сезон «Что почем?» и по просьбам некоторых из вас мы переносим вот этот опросник из сообщества YouTube в наш Instagram. То есть подписывайтесь на Instagram, потому что в этом сезоне именно туда мы будем отправлять запросы на ваши вопросы. На вопросы ответим уже в конце видео, а сейчас поговорим дальше о дизайне. Итак, Денис, у нас сейчас машина снаружи очень сильно отличается от той, которая базовая. Да, будет? Ну, скажем так, заметно отличается. Что самое главное? Версии GT-Line и X-Line имеют другие бамперы, другую решетку радиатора. То есть если присмотреться, можно увидеть цветные вставочки. На этой версии это белые вставки. Но, например, если бы у нас была белая машина, это были бы такие милые бирюзовые, ой, не бирюзовые даже, а салатовые вставочки, которые очень прикольно выглядят. И мы еще тут вот эти вот щели такие? Да, я имею в виду вставочки в щелях, полосу в нижней части бампера. То есть такие акценты, которые, ну скажем, вносят во внешность автомобиля какую-то изюминку. Плюс, конечно же, это фары головного света, которые здесь у нас имеют проекционные фары, дневные ходовые огни светодиодные. Что значит проекционные фары? Так их называет производитель, да? Projection Headlights. То есть по сути это не ксенон, это не светодиоды, но это такой тип линзы, который дает очень эффективное рассеивание света. Включим же, да? Есть свет ближний? Да. Ну, может завести машинку? Да. Педаль тормоза и кнопочку. Да я знаю. Не, просто... Горит? Главное, чтобы не желтым горел. Желтым. Желтым. То есть это все-таки лампа, да? Да, да, конечно. Это дневные ходовые, правильно? Это дневные ходовые, да. Если мы возьмем обычную стандартную версию, то есть бизнес или престиж, то там тоже есть дневные ходовые огни, но они не светодиодные, это обычные лампы. То есть только в топе, да, делали? Только в топе, да. Так, скажи, пожалуйста, наш любимчик Питер Шрайер приложил руку? К дизайну или нет? Скажем так, Питер Шрайер уже слишком крут, чтобы прикладывать руку лично, вот, но он собрал такую команду, которая рисует красивые машины. Он прикладывает руку к ним, а они к пиканту, да? Да, да, да. Он их стимулирует, вдохновляет. Вот, как обычно, основная работа была сделана франкфуртской студией, вот, но им помогали ребята из Кореи. Вот, ну, это очевидно, потому что основной рынок продаж таких автомобилей, это все-таки Европа. Старый свет, где много городков с узкими улочками, вот, и где люди проще смотрят на габариты автомобилей. Да, логично. Скажи, а вот здесь диоды тоже только в топе? Диоды в престиже и в спецверсиях, вот, то есть газовая версия идет с обычными, тоже ламповыми задними фарами. То есть то же самое, если впереди, то они и сзади, и, соответственно, слушай, это спецвыхлоп или что-то такое? Ну, будем откровенны, это насадочка, вот, она не дает никакого супер рычащего звука, но выглядит прикольно. Ну, выглядит, да, красиво. Слушай, и я тебе скажу, сам глушитель выглядит там недешево под машиной. Ну, на самом деле, если... На самом деле, она и не дешевая, это хотелось бы сказать. Она и не дешевая, и это было сделано целенаправленно. То есть, скажем так, эта машина уже позиционируется как своего рода аксессуар, да? Жестный. Ну, для Европы, я бы сказал, унисекс, потому что есть версия X-Line, которая выглядит немножко более мужественно. Есть такое. Есть GT, есть обычная, которая посмазливее, вот, да, она немножко такая поняшней, вот. В целом, мне кажется, что, скажем так, люди, для которых размер не главное, могут найти для себя тот цвет и тот формат, вот, в Пиканто, который их устроит. И сзади балка? Сзади полузависимая на амортизаторах. Спереди Макферсом. Так. Хорошо. А теперь по моторам. С чем доехала к нам? Да, к нам доехала пока что с мотором 1.2, бензиновым, атмосферным. Это, если мне не изменяет память, 84 лошадки. Вот. Есть еще литровый моторчик трехцилиндровый, вот, там 67, но мы его пока не возим. Вот. И на европейском рынке есть топовая версия турбированная литровая, но мы ее также не поставляем, потому что, ну, цена выходит... Итак, здесь сколько сил? 84? 84. А разгон до сотни, помнишь? 13.5, 13.7. Так, вот, кстати, наши комплектации. Бизнес, Престиж, GT-Line, X-Line. То есть, вот это наш топчик X-Line. И вот у нас сцены. Кстати, GT-Line и X-Line стоят одинаково, да? Абсолютно одинаково. То есть, на выбор, либо тебе больше кросс, либо тебе больше... Кому что больше нравится. 16.900 Престиж и 14.600 Бизнес. Кстати, все в долларах написано, приятно. Не надо пересчитывать. Так, хорошо. Так, сколько до сотни? Проверяем еще раз. Если не ошибаюсь, 13.7. Это практически как новый Prado. Я думаю, что расход владельца порадует куда больше, чем владельца нового Prado. Что у нас с коробкой? Коробка, автомат. Есть механика пятиступенчатая, но мы ее также не возим, потому что понимаем, что владелец этой машины не любит делать лишние эти движения. А теперь интересный момент. Значит, у нас получается за эту цену мы получаем гидротрансформатор. Да. Это что? О чем нам это должно говорить? О чем это вам должно говорить? Когда мы видим такую машину маленькую, обычно мы ожидаем увидеть внутри что? Увидеть внутри робота с одним сцеплением, да, который будет не ехать, ломаться, но мало есть топлива, так? Здесь гидротрансформатор, который, ну, на фоне всех остальных вариантов сейчас самый надежный, дорогой в производстве, в принципе. И он добавляет все-таки немножко расхода, если сравнивать там с коробками с двумя сцеплениями. Вот сюда. Спасибо. Обращайся, обращайся, Денис. Так, правильно, это, и я так понимаю, это их же, да, гидротрансформатор? Они сами делают? Насколько я знаю, эта коробка Kia, вот, она уже достаточно хорошо известна на разных рынках и сотрудникам сервисов, и на самом деле она считается достаточно беспроблемной. Ну, то есть это та же коробка, которая стоит на чем еще? На Рио? На Рио. Четырехступка, да? На Рио. Четыре ступени гидротрансформатор. Это вообще неожиданно, если честно. То есть вот, знаешь, я когда Sportage брал, для меня главным аргументом был гидротрансформатор. В классе мало у кого такие коробки. Увидеть эту коробку на Пиканто, это вообще какой-то нонсенс. То есть это должно радовать, но единственное, что, возможно, из-за этого и цена такая. Крышку прикрутили, не снимешь. Движок еще этот где стоит сейчас? Вполне вероятно, что такой же двигатель стоит на самой-самой базовой версии корейского Рио Вайби. Но к нам не поставляется. Они приходили к нам в прошлом году, но это была очень ограниченная партия. То есть у нас, конечно, в основном люди берут модификацию 1.4 100 лошадиных сил. Потому что все-таки здесь максимальная масса, по-моему, 970 килограмм. Для этого автомобиля этот мотор вполне достаточен. Слушай, если мы с Яриком сейчас сядем и докинем туда 200, 220, ну, 215, то мы докидываем почти 20%. Вот интересно, как бы она ехала, да? Я думаю, нормально будет ехать. Единственное, что не нужно требовать, от нее невозможно. Разогнаться до сотни? Ну, да, где-то так. Нет, ну, почему? Заявлено же за 13,7 должна разогнаться. Так, а, значит, тормоза у нас впереди диски? Везде диски. И сзади диски? Да, да. Во всех версиях. И даже в минимальной? Да. Ну, слушай, Ярик, непонятно там разогняться, не разогнаться, но затормозить она затормозит. С дисками с таким весом. Так, что у нас с колесами? Диски 15-ые в топе, в обычных комплектациях тоже будут легкосплавные, но 14-ые. Здесь резина 185-55-15. Я уже не помню, когда мы в последний раз считали стоимость 15-ых зимних шин. То есть, что ждет покупателя, когда придет зима? Чтобы найти лучшие цены в интернет-магазинах, воспользуемся сайтом e-каталог. Итак, сезонность, размер. Отсортируем предложение по цене и выберем Киев. В этом размере резина различных китайских и почти китайских брендов стартует примерно с 900 гривен за колесо. Их тут просто валом. Но из именитых производителей лучшую цену за свои зимние модели, пожалуй, предлагают Nokia и Toyo. В среднем от 1400 гривен за колесо. Неплохая цена. Но помните, это если покупать зимние шины летом. Зимой цены точно поднимутся. Денис, так а кто те люди, которые купили 5 машин? Это же уже целая аудитория. Очень разные люди. Кто-то покупает автомобиль жене. Есть независимые девушки, которые имеют свой бизнес. Независимые девушки имеют свой бизнес. Очень превратно звучит. Нет, ничего такого мы не имеем в виду. У нас сейчас время стартапов, интересных бизнесов. Поэтому я думаю, что там все нормально с доходами. На самом деле, Паш, как я уже говорил, вот эта машина, теперь Киа считает, что она хочет, чтобы это был модный аксессуар. То есть, если первое поколение Пиканто, это была просто маленькая машинка, на которой компания экспериментировала. Во втором поколении попытались сделать что-то, что понравится европейцам. То теперь уже начинают потихоньку посматривать в сторону автомобилей, которые покупают не потому, что они стоят дешево. А потому, что они классно выглядят, неплохо едут и очень хорошо оснащены. Вот как бы Пиканто как раз из таких. Ну, допустим. Скажи, пожалуйста, металлик цвет, вижу, недешевый. За него доплачивать надо? У Киа, в принципе, нет такого понятия, как доплата за цвет. Такое бывает? Вообще. То есть, любой из, по-моему, 11 цветов в палитре, он стоит ровно столько же, сколько обычный белый. Ну, вот это выглядит красиво. Кстати, еще насчет обвеса. Совсем не бутафория. Пластик заходит... Ну, вот смотрите, как моя рука, он заходит под дно. То есть, он реально защищает пороги. То есть, такое есть не во всех кроссоверах. Обычно это больше накладки декоративные. Опять же, вот эти подкрылки тоже сюда заходят. Это я как бы уже так для себя обращаю внимание, чтобы мне потом в других машинах не говорили. Так так же у всех. Я скажу, нет, у Пиканто не так. Так, значит, 1.2 мотора у нас еще такого не было. Вопрос по обслуживанию. Чем это отличается? Межсервисный, что там? Нет, обычный интервал 15 тысяч. У Киа, как правило, 15 тысяч плюс нулевого ТО по сути нету, так как мотор на заводе проходит холодную обкатку. То есть, есть просто требование до определенного километража бережно его эксплуатировать. Не нажимай, да? Да. Тут очень мощный мотор, чтобы он ничего не сделал. Да, да, потому что он вырывается, скручивает асфальт в коврик и все такое. Да, хорошо. А гарантия? Гарантия стандартная для Киа в Украине 5 лет 150 тысяч километров. Нехило. Это на все? Ну, надо читать гарантийные условия. То есть, может, еще не на все? Ну, как бы гарантия на все, но в зависимости от агрегатов, кузов, все остальное имеют все-таки разные гарантии. На кузов, наверное, даже больше. Не буду влезать в парафию сервисной службы, но гарантия хорошая. Скажи, тестовая машина есть? Планируется вообще? Будет? Пока что мы только планируем тестовую машину, потому что все-таки тираж на этот год определен небольшой. Сколько хотите продать? До 50 штук. Так что, это эксклюзив? Ну, а вообще количество машин ограничено? Нет, количество машин не ограничено, но мы все понимаем, что сегодня у нас самый популярный, самый растущий сегмент – это кроссоверы. Вне зависимости от габаритов и типа А-класс. Мы представляем здесь скорее для пополнения палитры, для того, чтобы наши клиенты знали, что у нас есть и такие вот компактные, стильные автомобили. Слушай, ну это же кроссовер. Надо рассказать, что это кроссовер. Ну, мы же не обманываем наших клиентов. Ну, можно сказать, а что вы думаете? Здесь речь больше об имидже, о практичности. Да, все мы паркуемся в городе. Вот эти практичные накладочки, они кому-то, кто, скажем так, не слишком хорошо водит, может быть, помогут сберечь лакокрасочное. Объем багажника скажешь? Скажу. 255 литров, но сиденья складываются в пропорции 60 на 40. Во всех комплектациях? Да, да. Вне зависимости от версии. Кожаный салон, я заглядываю. Ни черта себе. Ну, так это же скетс-версия. Модный аксессуар. Очень модный. Так. Тут у нас полочка. Я хочу, кстати, вот показать качество поддона в машине А-класса. Как пример, даже Шкоди той же, с машинами за 30 тысяч долларов. Не фанерка, а какой-то кусок оргматериала какого-то. Очень плотный, очень качественно обитый. Так, соответственно, у нас там еще углубление. Декаточка. Декаточка синего цвета. Это знаешь, зачем? Чтобы ты точно не забыл, что у тебя не родное колесо. Чтобы дамочка выходила и каждое утро, что это за синяя? А, блин. Да, но это, слушай, логика в этом есть, я считаю. Можно так сделать. Да, кстати, можно немножко углубить багажник для каких-то более высоких вещей, чемоданов. Полочка, естественно, снимается легко. Ну и сиденье, конечно, образует не абсолютно ровную площадку, но достаточно ровную. Вот она уже почти ровная. Да, да, там в пазик его еще. Вот сюда. Так, ну слушайте, багажник маленький, два кулька супермаркета влезут. Влезут, будем так говорить. Так. Кожаный салон. Это кожа или кожзам? Это очень качественный материал, на котором приятно сидеть. Вы услышали, да? Но действительно он приятнее, чем кожа во многих японских машинах. Хотя, видите, это не совсем, наверное, кожа. Но, опять же, я вот присматриваю себе новую машину люкс-класса сейчас, в которой, скорее всего, будет кожзам. Я вам потом расскажу. Так, значит, двухцветные садухи. Это X-Line GT-Line, да? Да, это X-Line GT-Line. Кожаные сиденья у нас впереди и сзади. И то, что уже давно стало хорошей традицией у Kia, у нас есть подогрев передних сидений, у нас есть подогрев руля для зимы. И такие опции есть во всех версиях, вне зависимости от стоимости. Подогрев руля в базе. Подогрев руля в базе, подогрев сидений в базе. Кнопка. Кнопка, ее нету только в стартовой версии. Goodbye мне пишет. Я только залез. Кстати, я залез относительно легко. Ти, залазь ко мне. А Ярик, давай, залазь назад. Что, Ярик плохо работал в этом сезоне? Ну, слушай, у него участь такая. Я даже могу подвинуться, потому что, на самом деле, вот для меня комфортное положение. И даже, по-моему, Ярик помещается. Как ты сел? Ну, колени у тебя нормально? Не, ну как? Ну, слушай. Ну, покажи там свои колени. Ну, у Дениса нормально. Глянь, Денис. И это я еще подвинулся вперед. Ну, я, смотри, тут реально вертикальная посадка, и это спасает ситуацию очень сильно. То есть, мы за счет того, что сидим собрано по ногам, то есть, в принципе, вот мое положение. И знаете, вот стойка здесь сейчас у меня, в принципе, как во многих, даже в С-классе. Ну, в Б так точно. То есть, дискомфорта за рулем нет. Но это для А-класса стандартно. А-класс это обычно то же самое, что в Б впереди, а сзади типа меньше места. Но здесь как-то среднее. То есть, неплохо. По меркам А-класса очень неплохо. На самом деле, естественно, что здесь салон сделан для водителя и переднего пассажира. Вот. Я думаю, что если мы сейчас присядем, например, в Новый Рио, то увидим, что там впереди где-то примерно столько же места. Сзади, конечно, просторнее, но пространства впереди более чем достаточно. И педаль газа напольная, а не подвесная. Соответственно, тоже немножко комфортнее. Меньше нога устает. Сейчас, секунду. Нет, здесь подвесная. А, подвесная? Значит, одно. Но зато с накладками, слушай. Да. Ну, единственное, здесь узко. Да, ну, то есть, с моими вот этими граблями, то есть, есть нюанс. На локте ехать гораздо удобней, чем было бы пошире, да. Но вот зимой, когда локти надо спрятать, ну, чуть-чуть касаюсь. Понятно, чудес нет. Очень приятно по высоте. И, в принципе, по длине никаких вопросов. С рулем, конечно, сейчас... Руль регулируется по высоте. Ага, вот, смотри, руль поднял, колени свожу. У меня вот такой тест. Если я ноги свожу, значит, можно ехать. Я когда-то хотел купить Lexus RX, пришел в салон. А, нет, подожди, это был не Lexus RX, это была BMW 5-й серии. И я понял, что я не могу залезть двумя ногами в машину. То есть, только через одну. С максимально поднятым рулем. Так бывает. У пятерки BMW, прикинь? Вот здесь ноги сводятся, значит, ехать можно. Так, автомат. Ну, мне напоминает, что там, Stonic, да, последний? Мы здесь же снимали у тебя. Stonic, новый Rio, даже где-то Sportage. То есть... Джойстик от коптера или от приставки? Джойстик от коптера Ярика. Это не Ярика коптера. Не Ярика. Ярик свой разбил. Это коптер Чечеткина. Я понял, почему он теперь сидит сзади, а не спереди, да? Нет, это был его личный коптер. То есть, поэтому он сидит с грустной мордой сзади. В новом поколении абсолютно новый салон. Что зажечь? Позажигать? Климат. Ну, он же начнет дудить. Ну, смотри, цифры. Ну, понятно, не раздельный. А вы что, ждали раздельный климат? Зачем здесь что-то разделять? Здесь ничего разделять. Здесь в одной упряжке едут. В дизайне салона акцент сделан на широкие линии, чтобы автомобиль казался просторнее, чем он есть. Слушай, ты уже мне напоминаешь этих, знаешь, корейских презентеров, которые полдня рассказывают про дизайн за границей на презентации Стингера. И все такие сидят уже, глаза закрывают. Дайте покататься. Дайте покататься, да? Ну, здесь дизайн это как раз то, о чем стоит говорить. Потому что для Kia, да, это шаг вперед. Смотри, это не мультимедийная система, это инфотейнмент. Что? Это инфотейнмент. Вот меня попросили сказать это слово. На самом деле, вот такая вот мультимедийная система у нас стоит и в престиже, и в спецверсиях. Простой монохромный экранчик у нас только в стартовой версии. Но даже там у нас есть Bluetooth, можно синхронизировать телефон для общения телефонов. Экран торчит, но он меньше, он монохромный. Там диагональ, по-моему, там около 4 дюймов. Это мы в Стонике, да. То есть так же видели. Да, да, в простых версиях Стоника. Здесь у нас уже есть Android Auto. Android Auto есть? Да. То есть можно с тобой синхронизировать. А вот здесь есть Android? Конечно. Вот даже здесь живет шнурок специально для этого. Я думаю, что он тут валяет? Да, с ней весь я же ружье. Я же готовился. Где-то как-то. Ну, Денис показывает пример, как можно подготовиться и знать о машине больше, чем люди, которые сидят несколько лет, колупаются в носу в салоне и не могут ни на что открыть. Да, на самом деле для синхронизации нужен только шнурок, Bluetooth. Может быть, даже нужно запустить приложение Android Auto, которое у меня есть. Есть вероятность, что это поможет. Давай. Последние звонки, всякая фигня. Вот сейчас вы узнаете, кто мне звонит. Подключите устройство. Что-то он не хочет тебя знать. А может, давай я включу кнопочку, попробуем. Зажигание? Сейчас люди там начнут падать в салоне. Ну, это же экологически дружелюбный автомобиль. Сколько он, кстати, должен потреблять? Ну, я думаю, что в 7 литров можно укладываться. Но, естественно, многое зависит от того, как ты едешь. Напомним, что для заправки тестовых машин мы выбрали сеть АЗС Украфта, реализующую в Киеве литовское топливо Орлен. К тому же теперь имеем возможность объективно сравнивать их расход и динамику, зная, что в баке топливо стабильного качества. Что-то не коннектит. Так, не подводи меня, друг. Ну, ты же пробовал уже это делать. Конечно. Нет, так Bluetooth не надо, наоборот. Может быть, это у меня нужно подключить. А, подожди, а может, по шнурку не подключается, Андрей? А, ты знаешь, может быть, это шнурок. Может быть, это шнурок, который для подзарядки. Смотри. Смотри, видишь, у человека в кармане есть набор шнурков. Опа. Опа, Ярослав спасает ситуацию, он спасает Киа. Между прочим, это шнурочек от Верта. Блин. Он не может не работать. Правда, его адаптировали под этот... Он как кастомизированный, да? Да. Ну, давай поп... Ну, видишь, шнурок от Верта, он не может не работать. Шнурки Верту творят чудеса. Вот, кстати, вот пропустить, мы все знаем, что нельзя. Вот. Погода уже понеслась. Погода, все, что... А, так навигация все-таки есть. Навигация есть, но с телефона, да. То есть сейчас мы уже живем в тот век, когда штатные навигации, которые обновляются реже, это уже прошлый век. То есть сейчас гораздо проще подключить свой телефончик. Слышишь? Вот. Кстати говоря, здесь... А как работает? Здесь, Витя, у нас есть и помощник Android, мы можем сказать OK Google. Маршрут на Майдан Незалежности. На дорогах пробки поездка на автомобиле в пункт площадь вне зависимости займет 26 минут. Вот так вот. Никому нельзя... Не, ну я знаю, как оно работает, но редко оно работает вот так вот с первого раза. Никому нельзя верить, Android Auto можно. OK Google. Поехали на проспект Степана Бандеры. Загруженность дорог низкая. Поездка на автомобиле в пункт проспект Степана Бандеры займет 21 минута. Работает. Ну вот такая штука. Естественно, что есть определенный набор аудиоприложений, которые также здесь работают. Сюда можно слушать подкасты, интернет-радио, свою любимую музыку. Единственный нюанс для Украины состоит в том, что, к сожалению, в украинском плей-маркете просто так это приложение Android Auto не скачаешь. То есть надо его там... Ну, можно скачать саму АПК-шку и загрузить ее прямо на телефон. Ну да, айфон? Насколько я знаю, поддержка Apple CarPlay тоже есть, но я не пробовал, у меня нет айфона. Я понял. Ну, короче, попробуем как-нибудь. Потому что шнурка... Ярик, у тебя есть там шнурок в кармане? От айфона. Еще один? От айфона. Только отвертый, да? Так, ну что, кожаная обшивка руля. Значит, двери у нас тоже обшивка. О, смотри, какая. Есть вставочки в зависимости от пакета. Как будто прям светится. В принципе, клиент может заказывать себе разные комбинации в зависимости от цвета кузова. Все кнопочки, все есть. Но машина добротная. Вот честно, ощущение сейчас добротности есть. Есть вот единственное, что меня здесь смущает сейчас, это только ширина. Вот такие даже красивые ключи. Красивее, чем у меня в Sportage. Это новый, да? Новым в Sportage после рестайлинга такие будут уже? Посмотрим. Осенью узнаем, как раз машинка приедет. Тут реально подстаканник, смотри. Подстаканник, кошелечник. Телефонник. Щель для телефона есть. Основные подстаканники у нас все-таки тут. Можно что-нибудь поставить. Слушай, ну мне нравится. Я, конечно, себя к вот этим метросексуалам не отношу, которые выберут X-Line как аксессуар. Но, в принципе, вот так вот внутри приятно очень. Но я тебе скажу, что оно даже и свежее Sportage выглядит на самом деле намного. Ну, наверное, все-таки немножко попроще, вот, потому что у Sportage дизайн более консервативный и ближе к Sorento. Эта машинка все-таки молодежная, и здесь немножко все проще сделано. Ну, вот, в моем понимании это называется посвежее, да? Лампочки. Слушай, ну, как-то все. Кстати, важный момент. Я забыл сказать. Если вам нравится формат, что почем, и вы вообще ради него смотрите наш канал, то для вас есть хорошая новость. Мы специально для этого формата открываем отдельный канал, чтобы вас ничего не отвлекало. Подписывайтесь на него. Ссылка будет в описании к этому видео. А здесь будут и что почем, и тесты, и другие проекты. Если вам интересен весь инфокар, оставайтесь здесь или подписывайтесь на оба канала. В любом случае, да, это будет лучший вариант. Так, я бы присел сзади, если честно, еще. Давай присядем, и я тебе расскажу еще одну штуку. На самом деле здесь семь подушек безопасности. А куда они сюда засунули семь подушек безопасности? Две фронтальные, две боковые, две шторки и подушка, которая защищает колени водителя. И это еще хоть не во всех комплектациях, я надеюсь? Во всех, кроме самой базовой. В базовой у нас есть только подушки водителя и переднего пассажира. В Турреге я 500 долларов доплачивал за подушку коленям водителя. Ты любишь свои колени? Люблю ходить ногами. Короче, можно в комплектациях на сайте порыться, на инфокаре, например, или на Kia UA. Есть такой сайт? Да, да. Сажусь сам за собой. Слушай, ну сел. Вроде, ну понятно, что колени деть некуда. И сейчас вопрос, вот у меня закроется здесь дверь? Не, закрывается. Так громко. Ну можно ехать. Слушай, головой чуть-чуть касаясь потолка. То есть если сильно надо, удобное сидение. Вот странно, вот для А-класса это редкость. То есть, во-первых, обратите внимание, длинная подушка. Во-вторых, ну угол как бы обычно он в А-классе завален. Здесь всегда так. Но угол спинки здесь необычно приятный. Что тут из дополнительных опций? Тут подогрева нету, есть стеклоподъемники. Да, стеклоподъемники есть. Нету света вверху? Нету подлокотника? Света нету, подлокотника нету. Нету мультимедийных экранов, нету климата отдельного. Мы сейчас обсуждаем новый Туарак. Нет, в Туараке там калькулятор такой был с квадратными кнопками. Ну на самом деле, вот как мы с тобой говорили, машина для передних седоков. Вот здесь можно посадить друзей для непродолжительной поездки по городу. Можно? Ну, комфортненько. Ну, да. То есть, ну на самом деле, это такой ход можно использовать вместо подлокотника. Нет, я просто, в принципе, предполагаю, что я могу отсюда управлять машиной. В принципе, не исключено. Вот, если ты обратишь внимание, в передних сидениях есть выемки, да, для того, чтобы все-таки колени было легче помещать. Ладно, давай поместим мои колени тут. Ну да, смотри, сел. Слушай, ну что, здесь больше места, чем во многих машинах А-класса. Но я здесь ездить не сильно хочу. Для тебя место за рулем предназначено. Ну, давай посмотрим немножко с другой стороны. Если машину покупает молодая семья или, может быть, кто-то другой, здесь есть крепление для детских сидений изофикс. Причем можно крепить сидения как с помощью ноги, так и на задней спинке есть якорь, да, для разных типов крепления сидений. Можно складывать спинки в пропорции 60 на 40, перевозить какие-то грузы побольше, чем влезает в наш клатч. Слушай, скажи, пожалуйста, торг у вас вообще уместен? Торг в разумных пределах. Ты же знаешь, я спорточку пил только потому, что мне скинули. То есть вот эти все рассказы о любви к бренду Киа, да, это все было. Ну, на самом деле, это абсолютно новая модель. Да, она еще не успела примелькаться на рынке. Поэтому всего лишь 200 долларов, да? Ну, я думаю, что можно говорить о чем-то типа парочке процентов. Слушай, ну я готов признать, что интересна именно эта топовая комплектация. Потому что, опять же, если смотреть по конкурентам, то здесь вот эта машина интересна тем, что в ней дофига всего есть. Она может понравиться внешне, в нее там можно влюбиться. А вот когда опускаешься вниз, цена же не падает там совсем, совсем, да? И получается, что базовым, простым комплектациям будут конкурировать, с ними будет конкурировать там тот же Рио, да, уже? Ну, наверное, все-таки стоит подумать, для чего тебе нужен автомобиль. Если это, как правило, единственный автомобиль в семье, который должен и в путешествия возить, и детей со школы забирать, и на дачу съездить, то, конечно, наверное, Рио будет более практичным выбором. Если же речь идет о том, что тебе нужно ездить в запруженном автомобиле в центре города, у тебя нет там амбиции перевезти всю дачу в багажнике, и плюс, все-таки, немаловажно, как автомобиль выглядит, то однозначно пиканто. Слушай, давай обсудим конкурентов. Кстати, смотри, так мягенько она должна ехать. Это у нас тест-драйв на месте называется. Сколько тут клиренс? 161. 161? Надо мерить, да? Только у нас нету табличек, поэтому мы не будем мерить. Забыли мы таблички. Но вот эта губа здесь есть, 161 вообще? Я думаю, что скорее 161 это под двигателем. Но губа вот должна, по идее, сыграть вот так. Губа все равно исполняет своеобразные роли аэродинамического элемента, плюс какой-то ограничитель ваших амбиций при заезде на бордюр. Да, кстати, жалко, что не... Но на самом деле здесь не меньше 14-15, я вижу. Опять же, никто не позиционирует этот автомобиль как что-то, что способно выезжать на бездорожье. Слушай, ну ты знаешь, что у нас понятие размытых дорожье и бездорожье. Вот я купил одну машину через год, выехал из-за ворот, а там дороги нет. Понимаешь? Я боюсь, что корейские конструкторы не готовы к таким челленджам, может быть. Нет, смотри, клиренс там есть нормальный, в принципе, для этого класса. И там очень ровно дно. То есть в этом плане как бы я не сильно бы переживал. Плюс достаточно энергоемкая подвеска. Слушай, присядем опять туда. Почитаем, что там нам вопросы какие написали. Так, а теперь о конкурентах. Есть такой сайт наш Infocar.ua. На нем есть удобный подбор. Можно зайти в новое авто, в подбор. Выбрать в фильтрах, к примеру, кузова, хэтчбэк. Ограничиться там количеством дверей, мест и всего. И выбрать всех конкурентов Пиканто. Те, которые подходят, к примеру. И все, что я наотмечал, у меня попадает в избранное. Потом в любой момент могу прийти посмотреть. Ну и вот то, что у нас является конкурентами Пиканто в А-классе. Ravon R2. Понятно, это дешевле машина. Но формально это тоже А-класс. Формально, да. Да, то есть если вам нужна машина совсем дешевая, то Kia это уже давно не для вас. Когда-то Kia были самыми дешевыми на рынке? Я думаю, что это год 2008-2009. В то время прошло, вы видите, тут уже почти кожа, экранище, Google Android и так далее. Но формально это тоже А-класс. Hyundai i10, это брат-близнец? В принципе, да. Но Hyundai, смотри, дешевле заезжает. В более простых комплектациях? Надо смотреть. Мы в данном случае не гнались за минимальной ценой. Хотели ограничить ее какими-то разумными пределами, но в то же время насытить автомобиль опциями. Для того, чтобы никто не мог сказать, что чего-то ему не хватает в маленьком автомобиле. В принципе, это подход Kia, который ты можешь видеть и в Sportage, и в Rio, в любой другой модели. Да, ну, кстати, вот есть ответ. Нет, Hyundai продается с 1-литровым мотором на 67 сил, который фактически делает им низкую входную цену. 1,2 на 85, такой же, как здесь, стартует уже с 15-200. То есть получается, что дороже? То есть, да, с этими же моторами Hyundai получается дороже. Но машина, в принципе, такая же. Citroёn C1, прямой конкурент. Тот же класс. Однозначно. Кстати, новая машина вышла. Честно, я не могу ничего говорить, я его еще внутри не видел. Я тоже, если честно. Собираемся потестить. Вроде говорят, он там чуть-чуть больше стал. Опять же, у него вход дешевле. С 12-ти стартует, но опять же, это с 1-литровым мотором 68 сил. И с механической коробкой. С механикой, да. Кстати, подожди, а мы на Hyundai еще не посмотрели. Hyundai с какой коробкой 1.2? С автоматом тоже. С автоматом. Так, хорошо. Теперь, Peugeot 108. Близнец Citroёна. И, соответственно, здесь, наверное, та же ситуация. Да. 12-13 с половиной тысяч. Это с 1-литровым и с механикой. То есть, все-таки, если мы про девчат говорим, то автомат будет поприятнее. Однозначно выигрышнее. А вот и X-Line. Он у нас, видишь, отдельно на инфокаре представлен, потому что очень сильно внешне отличается пикантом. Да, но, видишь, цена здесь получается немножко больше, чем у вас. 17-200, да, у нас 17-400. Видимо, еще не прислали на инфокар новую цену. Вот. Вот так можно, кстати, его даже здесь повертеть. И выбрать цвета. Все есть? Можно выбирать? Можно выбирать, но из поставки. То есть, мы первые 50 машин, мы заказали, скажем так, на свой вкус. Да, исходя из опыта продаж предыдущего поколения. Но если клиент захочет и будет интерес, естественно, можно заказать из производства любой цвет из 11 доступно. Так, а в интерьере будут другие цвета, кроме красного? Можно подбирать еще и цвета вставок в дверях. И, насколько я знаю, есть еще несколько вариантов именно отделки кожаных сидений. Но мы заказали красные пакеты в данном случае. Но, опять же, можно обсуждать. Красный неплохо. Пусть будет. Здесь красного не слишком много, поэтому он не доминирует здесь. Практичный. Так, Skoda City Go. Формально конкурент у нас она не продается. Точно так же, как Volkswagen Up. Да. И, кстати, смотри, Citroёn C1 трехдверный завезли еще. Но, опять же, тоже только однолитровые моторы. Все, на этом А-класс у нас все. Ну, по какой причине? Конечно. А Fiat 500 к нам не возят? А Fiat 500 это B-класс. То есть, он как бы больше. Ну, и дороже. То есть, у нас А-класс ограничен, в принципе, спросом. То есть, не самый популярный. Соответственно, среди конкурентов, получается, если мы смотрим на имиджевую машину, альтернатив, даже за эти деньги в А-классе нет. Вот, понятно, что конкуренты, это прежде всего там B-класс, который чуть проще и доступнее по комплектации. То есть, здесь все просто. Так, и поскольку вы пока что еще маловато написали вопросов, то сейчас мы посадим сюда Ярослава, и пусть он нам расскажет, как здесь звучит мультимедийка. Сколько колонок, динамиков? Шесть. Шесть. А в базе тоже? В базе меньше. Ну, будем смотреть, сколько звучат, как звучат шесть. Да. Apple CarPlay подтянулся? Да, вот, сразу же, моментально. Очень шустренько работает, вообще прикольно. А ну, карту попробуй. Это сейчас с телефона, да, с моего грузить? Да. И она просто еще и работает, но все. А тут, смотри, как-то. Ну, такая же, как в андроиде, да, получается? Надеюсь, нет, нет, мультитача. В мапсе, она такая же, как в андроиде. Ну, блин, шустро вообще. А, подожди, здесь нету мультитач? Нет, нету. А в андроиде был мультитач? Ну, это уже специфика. Да, я думаю, это специфика приложения просто. Ну, чё смысл? Ну, серебренка. Ну, музычка так, на шесть баллов. То есть, это неплохо для А-класса, но не вау какой-то. То есть, шесть баллов у нас что было? Шесть баллов это больше, чем в Citroёn, по-моему. Ну, шесть и пять у нас было в средней комплектации Octavia с расширенными колорками. Ну, шесть и шесть и пять, да. Ну, это неплохо для А-класса, это хорошо, учитывая то, что здесь вот такие вот пластики, ну, как бы, простые достаточно. Кстати, да, пластик жесткий. Не, ну, а чего ты хотел? Я думаю, тут С-класса. Хотел мягкий. А, ну, конечно, да. Ну, в общем, прикольно. Главное, что клево работает, на самом деле. Все понятно, вообще. Ну, а выводятся там все эти, да? Да, да, все, ну, с картинками, как надо. Вообще, блин, классно. Мне очень нравится. Так, Днис, что еще по комплектации? Может, мы что-то забыли? За эти деньги все-таки здесь что у нас еще? За эти деньги у нас есть, даже не за эти деньги, во всех комплектациях у нас есть датчик света, то есть автоматический свет. Да, включается автоматически. Есть круиз-контроль во всех версиях. О, а круиз я, кстати, не заметил. Да, да. А, вот точно так же, как и управление магнитовым. Так, окей. Вот, это тоже у нас во всех версиях. Про подогрев сидений руля мы с тобой уже вспоминали, тоже везде присутствует. Удел более богатых комплектаций, то есть средний и топовый, это датчик давления шины. То есть в стартовой версии. А скажи, там датчики, как у меня в портедже стоят, или по есть примере? Не скажу тебе. Ну, в портедже стоят датчики, наверное, здесь тоже, я думаю. Я думаю, что сходная конструкция, вряд ли, какие используют разные системы для разных автомобилей. Так, итак, у нас есть уже 20 вопросов от наших внимательных читателей. Итак, ставят ли газ и стоимость ТО? Кстати, насчет стоимости ТО, знаешь? Насчет стоимости ТО проще посмотреть у нас на сайте P.E.U.A. Там всегда актуальная информация. Ну, вот сюда мы ставим стоимость ТО, потом вот столько. Это каждые 15 тысяч. Так, ну, газ ставить на 1,2, я не знаю, есть ли? Ну, теоретически такая возможность есть, но нужно понимать, что в Украину, скажем так, версии адаптированные под установку газового оборудования официально не поставляются, вот, поэтому, как бы, владельцы делают это на свой страх и риск. Ну, а в салоне можно заказать у дилера установку ГБО? У дилера можно заказать установку ГБО. Я имею в виду, там вообще на Кио, не обязательно на Кио? Да, 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 можно. И что с гарантией будет? Будет гарантия дилера. А реально это что? Ну, это реальная гарантия, то есть, но просто... Но мне как покупателю важно, там, от дилера или от производителя? От производителя идет гарантия на автомобиль, таким, как он выходит из салона. Хорошо, но это касается только мотора. Если владелец хочет поставить себе, например, газовую установку, то он принимает этот риск на себя, вместе с тем, кто устанавливает эту установку. С дилером, да? Да. То есть, это касается всего автомобиля или мотора? Да, это касается мотора. Ага. То есть, получается, я заказываю дилера ГБО, он ставит ГБО, если что-то с мотором не так, то мне компенсирует этот дилер. Да. Я понял. И что компенсирует? Я думаю, что да, репутация дороже денег. Согласен. Удобно ли заниматься сексом на заднем сиденье? Ярик, ты там успел позаниматься сексом, пока мы говорили? Я думаю, что мы просто снимаем не в том составе сегодняшней передачи, чтобы попробовать. Но я думаю, что... Нет, ну если вы карлики, то можно. Что есть с классом выше по той же цене? Ну, это вопрос очень, да, открытый, просто потому что в том же на инфокаре в подборе в фильтрах указать цену, видите. Опять же, тот же RIA. RIA по факту даже дешевле. То есть, если смотреть входящую стоимость, RIA, по-моему, с 13500? Да, просто у RIA есть более простые версии с механической коробкой, не так богато оснащенной, вот поэтому там входящая цена даже немножко ниже, при этом автомобиль больше. Но, опять же, нужно понимать, что здесь есть имиджевый заряд, а RIA это практичный автомобиль на каждый день, ну, который, может быть, ты не заметишь там особо в дорожном потоке. Что для кого важнее? Ну, и вопрос, опять же, с такой комплектацией, с автоматом, может быть, и сложно будет найти что-то именно за эти же деньги даже больше. Не даже больше, а особенно больше. Так, топливная экономичность, мы говорили, литров до 7, ты говоришь, да? Город 7 литров. Можно ли фаркоп поставить, спрашивают? Думаю, что это немножко бессмысленно. То есть, с крутящим моментом 120 пытаться буксировать что-то тяжелое, это издевательство над машиной. Так, а все-таки с моторами, с тассильным мотором будут машины? Ну, пока мы не планируем, потому что турбомотор влияет очень сильно на стоимость. То есть, будет двадцатку стоить, зачем? Ну, то есть, я не могу сказать, сколько он будет стоить, но явно дороже, чем эта версия, и это уже будет неоптимально, потому что все-таки, несмотря на то, что Kia целится в более высокие ценовые сегменты, мы не смарт, чтобы... Ну, да. Слушай, а скажи, пожалуйста, еще, смотри, это самая свежая модель, да? Да. У нее, кстати, камера заднего вида не заводится с такого положения коробки. Full proof. О, траектория меняется. Да, да. Есть ответ. Машина самая новая в линейке. Что в ней, есть ли в ней что-то такого, чего нету в других Kia? Я думаю, что чего-то такого супер уникального именно в этом автомобиле нету. Скорее, это автомобиль, который, во-первых, вобрал в себе то, что Kia ввела на рынок за последние два года. К примеру, те же мультимедийные системы с Android Auto и Apple CarPlay, которые раньше были опциональными, теперь это, по сути, почти база, да? Ну, кстати, нам еще в Жене обещали, да, что на Kia теперь на всех будет всегда. Да, да, то есть по мере обновления нашего модельного ряда, я надеюсь, что нам удастся и даже в базовом Sportage рестайлинговом, который к нам приедет в сентябре, уже будет большая мультимедийная система. О, вот вам ответ на следующий вопрос. Sportage будет в сентябре обновленный. Ожидаем, да. По поводу нового SID. Новый SID, вот совсем скоро повезем наших журналистов и, конечно же, наших друзей из инфокарда на тест-драйв в Португалию. Это у нас, что ли? Да, да. В Ярик едем? Ярик. Покивал камерой там. Да, вот. И я надеюсь, что в конце лета, может быть, в первой половине сентября уже новый SID тоже приедет в Украину. Так, а Optima? Optima пока в раздумьях. Окей, но Optima, не знаю. Я вот не думаю, что она у нас станет сильно популярной. Классы так немножко... Ну, во-первых, все-таки у нас рынок очень привязан. Он привержен определенным моделям в этом сегменте. Ну, я думаю, что все равно для пополнения нашей гаммы, линейки, для тех, кто именно привержен бренду Kia, мы привезем какое-то количество автомобилей. Но, естественно, что делать на них ставку не будем. А вот SID ждем с нетерпением. Да, SID интересный получился. Что, кстати, с кредитом? У вас какие-то свои условия есть или с банками разными работают? Есть целый рост банков-партнеров. Но есть специальная программа. Какое основное? Одна сотая процента. То есть фактически рассрочка? Да. А сколько надо сразу заплатить? В зависимости от того, на какой период хочешь взять. По-моему, если ты берешь на один год, то 50-60% суммы надо внести. Вернее, нет. Обманываю. Короче, чем длиннее период кредитования, тем больше нужно сделать первоначальный рост. То есть у нас на сайте KIA.UA все условия изложены. Ну, то есть что-то типа рассрочки есть, если вас это интересует. Как сидеть оно с ростом под 2 метра? Ну, вот у меня 1,93 метра впереди отлично, сзади касался головой, но Ярик там сильно, да, касается? А, ты садился сюда же? Нормально? Так, ну что, резюмируем. Итак, действительно, в классе А, это, можно сказать, чуть ли не премиальный автомобиль. Единственное, вот, может, вы обратили внимание, мы обычно говорим о том, что пластик жесткий или мягкий. Но сев сюда, до этого почему-то мысли и руки не дошли. Видимо, причина тому, как он выглядит. Выглядит он вот как-то привычно мягким. Ярик напомнил, потрогали, да, жестко. Но на вид очень как-то все. Может быть, создает такие ощущения, вот эта кожаная обивка руля. Ты берешься и вот как-то все. То есть здесь нету, если не считать жесткого пластика, вообще ничего такого особо дешевого на вид. Ну, как-то вот ощущения какие-то такие, что машина точно не дешевая. Вот, вопрос опять же, взять за 18 тысяч А-класс, это, ну, нужно быть, наверное, человеком нового мышления, такого европейского больше, да. То есть у нас же любят как-то побольше, да, за те же деньги. Вот. Но, опять же, если вы берете себе такую машину, особенно в X-Line, S-Line комплектациях, ну, в GT-Line, да, правильно сказать, спортивной, то, ну, я не думаю, что сильно криво на вас будут смотреть, особенно те люди, которые посмотрят наш обзор и увидят, какая машина не стыдная внутри. Все. На этом все. В прошлом выпуске у нас была тоже бюджетная машина Suzuki Vitara, можете посмотреть ее. А в следующем выпуске у нас будет очень небюджетный новый КАЕ. Денис, спасибо. Спасибо вам, ребята. Еще увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok